Добрый день! Мы сегодня делаем с вами фаршированные перчики. И начнём мы с мяса. Кстати, задавали вопросик по мясу, что здесь мясо не самое хорошее. И я хочу сказать, в зависимости от того, где вы берёте. Вот мы берём в ресурсе, это достаточно приличный магазин. Мясо там есть и не дешёвое. Вот полкилограмма, по-нашему, получается, стоит 6 долларов 39 центов. Здесь, ну вот, порядка 750 грамм, за которые мы заплатили 8 долларов. То есть это очень хорошее мясо. Есть дешёвое абсолютно, но это те, про которые вы видите кино, о том, что в Америке есть ничего нельзя. Это там то мясо. А у нас вот такое вот оно достаточно приличное и очень вкусное. Я кладу сегодня только говядину, потому что и мой супруг тоже будет есть. Он у меня есть голубцы, и он у меня ест и вот фаршированные. Что-то у меня много. Сейчас я, наверное, серединку уберу. И фаршированные перчики тоже есть. Здесь многовато вот у меня мясо, потому что у меня некрупные перчики. Мне столько много мяса не надо. Ещё тем более мы будем добавлять. Ну вот половинку примерно. На полкилограмма где-то. Я пожарила немножечко. Попассировала. Морковочку и лучок. Лучок у меня излишней крупной получился. Я не ту тёрочку выбрала. Ну да ладно, уже как получилось, так и получилось. А вместо привычного риса я брошу вот так вот ложки 3 гречки. Причём гречка у меня не варёная. Гречка у меня просто размоченная. По тому рецепту, который Иринка рассказывала в прошлом году, когда мы были на побережье. Она нас кормила такой вот гречкой, которая живая. Я ссылочку на то видео дам. Ну и я, как всегда, аджики. Свою зелёную знаменитую аджику. Рецепт есть. Если кто-то ещё не пробовал, очень рекомендую. Вот это у нас будет фарш. Причём я яйцо добавлять не буду сегодня. Немножечко приперчим, присолим. Ну, в принципе, тут у меня в аджике она и солёная, и перчёная. Сейчас я язычком попробую, как у нас получился фарш. И ещё его немножечко помну без камеры, чтобы была однородная масса полностью. Так, это одна изюминка. У нас же всегда всё с изюминками. Вторая изюминка будет следующая. Это куда мы будем складывать готовые перцы. У меня там уже пожаренные грибочки. Не потому, что надо, а потому, что надо съесть аджики, как всегда. Ложечку положим. И вместо томата я кладу свои собственные помидорки. С прошлого года они у меня заморожены. Вот столько будет больше, чем достаточно. Я их сейчас чуточку погрею, дам возможность растаять. И тогда добавим сметану и будем формировать с вами наши перчики. Ну, вот такая у нас не очень симпатичная масса получилась. Причём грибы у меня там случайно, потому что их надо было просто доедать. Вы можете делать без грибов. Если у вас нет своего огорода сада, то не надо делать из своих помидоров. Просто добавляете ложечку или две томатной пасты для того, чтобы у вас вот со сметанкой что-то помешать. А я решила добавить чуточку сливочек в свой фарш, потому что я посчитала, что он у нас получается густоват. А сюда мы добавляем сметаны. Ложки три, я думаю. И я также сюда вылью остатки своих сливок. Тоже из тех же самых соображений, что мне просто надо их доедать. Иначе у них срок годности закончится. Через пару дней будет у меня непонятно что. А так у нас получается вот такая масса, в которую соус, в который мы будем складывать наши очень симпатичные перчики. Перчики у меня тоже необычные. Я беру маленькие. Вот такие вот в такой коробочке. Вернее, в пакетике они у нас. Маленькие. Вот такие вот перчики. Малюсенькие, малюсенькие. Почему? Потому что, ну, когда большой кладу, то только один у меня дорогой супруг может съесть только один. А таких я ему в тарелочку кладу побольше. И он их ест так супчик уже. Вот эта вся жижечка у нас, которая, сиропчик набрался, он у нас будет той самой массой, в которую мы нальем суп. И у нас получается такое, вроде как, непонятное блюдо. В России это явно перчики на тарелочку кладут, гарнирчик могут рядом положить. А здесь вот раз он любит чего-то пожиже тоже иметь, да по какой ради. Да мы для вас сделаем наше национальное блюдо немножечко по-другому и получится то, что вы будете есть. Я говорила много раз, что мой муж практически дома не ест. Но я как нормальная женщина, привыкшая кормить семью, мне очень приятно и кормить, и видеть, что то, что я приготовила, нравится. Поэтому вот изощряюсь. Сейчас я дофарширую наши все перчики и поставлю все это тушить минут на 40, наверное. С тем, чтобы у нас все это насытилось красотой, вкусом и приготовилось. А вам покажу уже конечный результат. Как-то вот так. Вот такая неземная красота. Сейчас кино. Сели не наверх. И все. Опера готова. Кстати, я нисколько не добавляла водички. У меня получилось очень жирное сегодня блюдо. Потому что надо было сметаной не класть, раз я уже сливок столько много налила. Но вам такой вот совет. То есть, когда вы в этот соусик положили свои, поставили перчики, нужно долить водичкой примерно до уровня перцев. Мои вон все всплыли почему-то сегодня. Хотя, наверное, потому что не очень плотно стали. Когда они стоят плотненько друг к другу, они так и остаются. Это на самом деле вкусно. Я это блюдо люблю. Я люблю это блюдо, которое ест мой муж, что он делает чрезвычайно редко. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.